Всем доброго времени суток, с вами Варлав. Это видео начинает серию роликов по прохождению ветеранской версии Солнечного Шпиля. Пора чуть затронуть и актуальный контент. Первого босса, которого хотел бы разобрать, Лакестис, он же Ледяной Дракон. Как и ранее договаривались, разбор мобов до босса я пропускаю и перехожу сразу к вишенке на торте. Погнали! В битве с драконами в Солнечном Шпиле очень важно позиционирование группы. Босс имеет очень большую модель, так что вы сможете наносить урон ближним оружием, даже находясь на приличном расстоянии. Что дает возможность довольно ловко уклоняться от большинства АОЕ и контроля босса. Но с хорошим лечением и небольшой стадией империзма это особо и не нужно. Слишком близко стоять не нужно. У дракона есть аура мороза под ногами. Пока вы находитесь в ней, вам наносится значительный урон. 2-3 секунды и вы мертвы. Нельзя позиционироваться сбоку от босса, так как он попытается вышвырнуть вас крылом. Если вас не убьет ударом, то скорее всего вы покинете поле сражения, улетев в пропасть. Также после взмаха крыла вылетят завихрения, которые пойдут в сторону группы и нанесут значительный урон. Также стоит выбрать сторону позиционирования группы относительно головы дракона. Дракон будет использовать дыхание в танка с широким конусом. Танк соответственно должен отворачивать конус в другую сторону. Первая важная механика после начала сражения, это когда лакестис призывает ледяную тюрьму. На обрыве за спиной группы появляется круг, в который должен зайти игрок и в последующем вылечен до максимального здоровья. Если это займет слишком много времени, тюрьма детонирует, убив игрока и всех, кто находится рядом. Один и тот же игрок не сможет зайти в тюрьму раньше, чем пройдут еще два призыва, иначе он детонирует моментально. Так что распределяйте игроков заранее. Также нельзя заходить в круг раненым, иначе можно умереть, сразу подорвав и соседей. Ледяные тюрьмы призываются по времени. Показатели урона вашей группы влияют на количество тюрем, которые вам придется вылечить до перехода на следующую фазу. После активации хардмода количество тюрем за призыв увеличивается до двух. После захода в них на игрока будет держаться дот, постоянно наносящий урон и снижающий входящее лечение. Заходить во вторую тюрьму в призыве стоит задержкой, чтобы ваш лекарь успел вылечить вначале одного игрока, а потом другого. Хорошим решением будет использовать для исцеления игрока в тюрьме посох лечения из тюрьмы черной розы. И соответственно использовать щит из ветки лечащего посоха для защиты и увеличения входящего лечения. Если на обычном режиме эту рекомендацию можно игнорировать, то на хардмоде вам придется знатно потеть, чтобы успевать вылечить сразу две тюрьмы. Доведя здоровье босса до 80%, он поднимается в воздух. Призовет к уже призванным во время боя атронахам еще 4 электрических и 2 ледяных. А через некоторое время выпустит по всему полю электрический луч. Ледяные атронахи не предназначены для убийства. Ваша задача убивать электрических атронахов и заводить ледяных атронахов в лужи, оставшиеся от электрических. Каждая такая лужа снимает 45% здоровья. Повесив дебаф минор в рульной абилити на атронаха, он умрет без дополнительных усилий со стороны группы. В ином случае группе лучше сфокусироваться на атронахе и добить его. Это можно сделать пассивно, если танк подведет атронаха под АОЕ группы. Лазерный луч наносит значительный урон по группе. Без активации хардмода его можно просто блокировать и этого достаточно. После активации эта механика меняется и вносит значительно больше урона. Кроме единоразового урона во время того, как луч проезжает по группе, он вешает на каждого из игроков так называемый статик, который наносит периодический урон игроку и всем, кто стоит в небольшом радиусе от него. Для выживания тут вам понадобится грамотная расстановка на две группы и сдача барьера на группу перед лучом. Если у вас правильная еда с хорошим бонусом на здоровье и есть щиты, то эту механику можно пережить и без барьера. После того, как эффект от первого луча заканчивается, в бой вернется локистис. Полезно знать, что босс поднимается в воздух на 80, 50 и 20%. Но время применения луча на каждом взлете разное. На 80% у группы будет время в размере 40 секунд, чтобы убить Атранахов. Далее босс будет душить вашу группу лучом и сразу вернется после него в бой. На 50% лазерный луч проезжает через 10 секунд после взлета. Далее у вас есть 30 секунд на то, чтобы убить Атранахов. На 20% у вас есть 30 секунд до использования луча. И после использования еще 10 секунд. Эти тайминги наиболее важны на хардмоде для ориентации группы и своевременного формирования группы. На обычной сложности даже не заморачивайтесь. На фазе, когда боссы в воздухе, во время уничтожения Атранах вас также попробуют заставить разгруппироваться умением Метеор. Есть две разновидности. Одна довольно часто появляется и выглядит как быстро разрастающаяся АОЕ. Она в целом небольшая, но оглушает в случае, если вы не успели выйти или заблокировать. Второй Метеор, что-то вроде Крика Дракона. Он выбирает цель для атаки и начинает произносить слова. Это ваше время для реакции. Все, кто окажется в радиусе атаки и не заблокирует атаку, ответят на приличное расстояние, получив значительный урон. Во многих группах принято выносить это АОЕ из группы. На хардмоде, как правило, просто оставляют в группе и все игроки блокируют ее в последний момент. Это позволяет не терять в ДПСе и ставят довольно кучно, что облегчает лечение игроков и исключает смерти от недохила, когда игрок не пойми где стоит. С активацией хардмода в бою также начинают появляться огненные Атранахи. На игрока будет кидаться плевок от другого дракона и через некоторое время под игроком начнет появляться огненная лужа. Она через 3 секунды детонирует и из нее появится огненный Атранах. Хорошим решением будет при появлении их убить с помощью АОЕ способности. Если долго не убивать огненного Атранаха, он начнет образовывать круг и детонирует через пару секунд. Наносит значительный урон, но переживается в блоке. Во время всего боя будет появляться огненный АОЕ с отсроченной детонацией. Из них необходимо просто выходить. Называются они лавагейзер. В целом это пожалуй все по основным механикам. Боя будет состоять из трех взлетов с фазами с тюрьмой, пока не помрет. Перейдем к комментариям и советам по ролям. Важной особенностью на ХМ для танков является то, что им приходится выживать самостоятельно на фазе с лучом. Так как лекари заняты лечением группы. Поэтому во время этой механики от вас требуется максимум концентрации. Восполнить ресурсы, принимать все атаки в блок, выходить из АОЕ, особенно ледяных Атранахов. И в то же время не забывать про огненных Атранах, которые вам предстоит забирать с группы. Будьте осторожны со способностями, которые тратят ваше здоровье. Например алтарь или баланс. Они могут быть причиной вашей смерти. У танка, держащего босса, есть два варианта танкования босса. Вблизи и на расстоянии. Держа босса на расстоянии, вам понадобятся способности щита и меча для отражения плевков босса. Это дает возможность наносить танку больше 20 тысяч тпс, но усложняет возможность дебафа босса. Для дебафа лучшим решением будет использовать лук на второй панели. Умение колдропса для снижения брони босса и Атранахов на взлете. Также в этом варианте танкования Локестис отказывается от использования дыхания. При варианте танкования вблизи вам придется постоянно выдерживать его конусное дыхание. Ключом к снижению огромного количества входящего урона тут будет дождь на последних секундах дыхания. В этом вам очень сильно поможет аддон в код комбоцалерс, который будет подсказывать когда это сделать. Ссылку на него оставлю в описании. Отражение довольно дорогое умение. Вы можете увеличить свое восстановление выносливости, танкуя в средней броне с инфьюз особенностями. Для увеличения урона по боссу можно также использовать монстр сет Слайм Кроу и бижутерию с зачарованиями на урон от заклинаний. И банками на увеличение урона. Да, урон от способности рассчитывается от урона от заклинаний. Также помните, что вы будете стоять против босса в одиночку. Лечение со стороны не будет. Рассчитывайте свои силы. Тем не менее, танкуя дракона издалека, иногда есть смысл подойти и активировать дыхание в последние секунды перед призывом тюрьмы. Это отсрочит их появление и очень часто позволит перевести босса до нужных процентов для взлета и игнорировать эту механику в целом. Для своевременного вызова дыхания вам нужно будет подойти к боссу за 5 секунд до появления тюрьмы или за 4% здоровья до взлета. На фазе взлета офф-танк держит на себе всех ледяных атронахов. Основной танк забирает по одному атронаху и заводит в электрические печати, которые остаются после смерти электрических атронахов. Офф-танк можешь подбрасывать на атронахов паучков из бигдей неустрашенных. Это даст дополнительные синергии для ДД и значительно увеличить итоговый ДПС. Как и говорил ранее, для исцеления тамбы важно опрокидывать щиты из ветки восстановления с использованием посоха лечения из тюрьмы Черной Розы. Это ключ к прохождению хардмода. Очень хорошо себя показывают сборки для хила лечащего тюрьмы с максимальным показателем урона от заклинаний и лечения. Да, у вас будут проблемы с ресурсами, но вы сможете их восстановить на передышках между тюрьмами с помощью тяжелых атак. Такая сборка позволяет вылечивать тюрьму почти моментально, а это соответственно увеличит ваш групповой урон. Для увеличения урона вы можете отправлять группового хила в первую тюрьму. Урона в этот момент наносится немного, так что группа без проблем проживает и на хиле от алтаря. Очень кстати придется в группе ритуал от храмовника, он же темплар. Он позволит снять с себя дебафы самостоятельно. Электрические атронахи периодически будут вешать дот на группу, которая пуржится. Он наносит большой периодический урон. Если нет ритуала, то поставьте пурж. Если вы лечите группу прайером, то на статике проверяйте направление его каста. Если вы наведете прицел на игрока, ваш персонаж автоматически разглянется на него и кинет хил в другую сторону. И часть игроков могут быть не задеты. Это частая проблема в отхиле группы этой способности при растаке. Для стаминных дд советую поставить себе зеленый вигур. Он позволит быстрее вырезать из пюры, заранее опрокидывая его на себя перед заходом. И куда стабильнее переживать статик в ситуации, возможно отсутствие лечения. У магов для этого есть более большой показатель максимального здоровья и щиты. Обязательно поставьте себе ауе способности на панель. Это ключ к быстрому уничтожению от ранах. Магические группы могут в качестве основного спал-умения поставить форс пульс, убив двух зайцев сразу. В стаминной группе при варианте танкования босса издалека банк понадобится дд в группе, использующей комплект алкош. В мана группе это ложится на ауфтанг. Это значительно повышает лорд-пс. Не разбегайтесь на фазе убийства от ранахов. Это золотой совет почти во всем контенте. Зона лечения имеет очень ограниченные действия. До душанбэя не дотягивается. Стойте в группе. Следите за своим уроном на фазе уничтожения от ранахов. Если вы немного не успели добить от ранаха, но оставили его, и он начал предсмертный ауе прокаст, это беда. Скорее всего трупов не избежать, а вполне возможно и полноценного вайпа. Для дд залетающих в тюрьму, хорошим решением будет выставить 32 чемпионских очка в куик рекаврии. Этих знаний и рекомендаций хватит, чтобы закрывать ледяного босса без проблем. Наверняка я упустил пару нюансов, и если у вас появились вопросы или есть что добавить, пишите в комментарии. Также на канале вы сможете найти прохождение других испытаний и подземелий. Спасибо за просмотр и удачи в ПВЕ-контенте.